Привет всем! Вы на канале Бер и Гейм. Мы продолжаем проходить последнюю волю Шерлока Холмса. Остановились мы с вами на очередной загадке. Загадка у нас была угадать судью одного из трёх. В общем, Лёша здесь везде понаставил галочки. Он думает, что это все судьи были там. Давайте мы смотреть по человеку, так скажем. Прямо вот начнем с первого. Первому все выставим, потом второму и третьему. Мне кажется, вот этот фриц, он там банк. Мало ли что тебе кажется, нам это расставать надо. Носит шляпу. В общем, ищем шляпу. Нет. Нет у него шляпы, значит он у нас шляпу, скорее всего, не носит. Вот это ты выставил шляпу. Или я? Курит сигару. Вот у него сигара, мы видим. Значит он курит сигару, носит очки. Носит. Очки он носит? Носит очки, действительно. Здесь очков нет? А то вдруг он вдвоемельнички носит. Ну хватит, тройные на заду еще. Женат. Да, женат. Волосы с просенью. Ну у него они вообще седые? Я не знаю, или это парик? Это парик нахуй. А какой у него есть? Как у него волос? А значит тогда убирай галочку. Все. Хорошо. Носит шляпу. Ну это и так видно. Курит сигару. Это и так видно. Курит сигару, носит очки. Носит. Внизу. Вот здесь, вот здесь, на манжете. Вот очки у него в руке. Ух ты, паскубый. Женат. Женат. Волосы с просенью. С просенью. Да? Ну да. Что-то он уже какой-то серый. Ну ладно, пусть будет с просенью. Носит шляпу, курит. Носит шляпу этот у нас. Носит шляпу, носит она у него в руке. Курит сигару. Это что такое? Это палка? Твость. В зубах у него сигара нет? Что, собственно, он там, вон там что-то сорчит. Что такое? Что из-за херня торчит? Непонятно, да? Уже хитрые такие. Что из-за девушки? То есть, а, типа, догадывайся. Может, там, в мизинце всегда. Да, да, сигара там, можно сказать. А что это может быть действительно? Ну, пах, что-то там ныкаешь. Я вот что-то так выросла там, что-то. Носит очки. Танковать, танковать. Женат. Женат. Носит очки. Волосы с просенью у нас. Волосы с просенью. Ну, у него парик тоже. Ну, наверное, все-таки. Ну, давай, паскуда! Кто ты нахер? И, допустим, он не курит сигару. Допустим, мы вот это вот уберем. Выходи. И как узнать, что мы правильно... Ну, должен что-то сказать, наверное. Выйди, что же скажи. Неправильно. Начнем заново. Хорошо. Допустим, это сигара. Волосы с просенью? Неправильно. Мудак ты, а! Носит шляпу, носит шляпу. Этот носит шляпу у нас? Ну, шляпа я в него не вижу. Нет, шляпа он не носит. Блин, он у него носит шляп. Волосы. Может быть, у него волосы с просенью? Давай ему волосы с просенью поставим. Вообще непонятно, какие у него волосы там. Этот вообще какой-то, блин, Дед Мороз. Седой. За париком разве увидишь там? Если борода седает, значит, седой. Короче, я не хочу больше догадать. Все верно. Это он. Судья Беккет. Я так и знал, что это поселение. Вам удалось разгадать тайну этого цилиндра? Мне тоже была такая. Шляпа принадлежит судье. Сэру Кутцу Беккету. Он заседает во дворце правосудия в Лондоне. Судье, стойте. Вы сказали, сэр Беккет? Знакомое имя? Да, точно. Какое невероятное совпадение, Холмс. Недалее, как этим утром, я читал о нем в Globe Explorer. Определенно у этого Беккета прочные связи со скандальной прессой. Вот. Я купил ее у сарванца, который убежал при кармане в сдачу. Я точно видел его здесь раньше и... Это неважно. Показывайте статью. Бедный Уадсон. С таким обломом. Лицом стоял. Все время его обкрадывают. Холмс всегда говорит, ну, если вы дадите, конечно, если вы честите. Ха-ха-ха. Ха-ха. Холмс научила читать и писать не менее 150 детей. Благодаря щедрости этой женщины они спаслись от нищеты и смогли найти достойную работу. Но и это еще не все. Леди Беккет не только открыла им путь к культуре и образованию. Она вывозила детей на каникулы. Вместе со слугами, которые помогали ей справиться с целым классом. В этом году ученики отправляются в Порт Смут. Большинство из них впервые увидят море. Вопреки обыкновению, судья Беккет не сможет поехать с ними. Его удерживают в Лондоне неотложные дела. Мы желаем леди и ее ученикам прекрасно провести время и благодарим ее за самоотверженность. Итак, леди Беккет отдыхает в Портсмуте. А это значит, что ее муж дома один. Хорошо. Наведаемся к нему в гости. Если повезет, уйдем оттуда с парой сигар к Лариссиме. Не так уж и удивительно, что вами заинтересовался судья высокого суда. Как-никак, вы раскрыли столько преступлений. У него может быть тысяча и один повод для любопытства. К чему вся эта секретность? Действительно странно. Может быть, он просто не хочет, чтобы его видели в обществе журналиста вроде Фарли. Наш почтальон, мистер Кирби, мой должник. Он узнает для нас адрес Беккета. Я отправляюсь в Королевское почтовое управление. Поговорю с ним. Хорошо, доктор, только не тяните. А я тем временем подготовлюсь к предстоящему визиту. 20. Я узнал адрес сэра Кутца Беккета. Выпьем по чашке чая и в путь. Нам не дочаиваться. Выходим без промедления. Бедненький опять с ним углаждают. Брабит его на деньги всё. Облом тебе. Посмотрим на карту Лондона. Вот почему Шерлок выживает. За счёт Ватсона. А вот он за счёт Шерлоковских мозгов. Дом судьи. Неужели его сейчас дома не будет? Мы будем всё обыскивать там. Посмотрим, что сейчас будет у нас. Сходим к судье. Нихера себе Вы просто задаете неправильные вопросы, Ватсон Ну хорошо, я позвоню в дверь Надеюсь, уж с такой-то задачей я сумею справиться Нет, не надо, я сам Прикидываешь, этот Шелк, по сути дела, столько всего раскрыл А судья просто, он вносил приговоры, да? Кто должен быть в таком доме жить? А он же в какой-то комнате, ну, как есть, снимает Снимает, да Как есть, Петрович, ну, у него зато брат, Майкл, богат Закрыто Пойдем, продавщица, цветовка даем Не зря нам показывали Ну, нам ничего его же не показали Как бы мимо проходили, так? Дай денег На актрису похожа Забыла Николь Кидман, что ли? Мы торопимся Холмс, вы же помните Люси? Мы познакомились с ней в Уайтчепеле Когда вели расследование по делу потрошителя Я запоминаю только то, что действительно важно Было очень приятно с вами повидаться, но, к сожалению, мне нужно идти Люси Даже подмигнул До встречи, доктор Ватсон Шелок же он не любит женщин И он действительно, чем ему это не надо помнить А она кто? Проститутка, да, вроде бывшая? Я не знаю Что-то там, дядюшка у нее там какой-то пьяный был, помнишь? Разработчики сделали так, чтобы, как бы, ну, они, то есть, чтобы мы помнили Ну, как-то сделаешь взаимосвязь какую-то Что это за дерьмо? Кто-то переезжает Даже людям из богатых районов приходится навсегда покидать свои дома Ну и времена настали Плачет, нищета, понимаете? Неудивительно Дефицит продуктов и рабочих мест Жить в Лондоне стало тяжело Но только не судьи и доктору Ватсону Шелоку Не идет туда? Стол поганый Шелоком сейчас трепетит, будет танцевать, нахрен Че, не идет, что ли? А че, не ноль? Нет Не пропускают, что ли? Нет, не пропускают туда, значит, нам нет смысла идти Видимо, все дерьмо Да, что-то не плачет, да Ну, нищета, нахрен, судья богатей, ты, лишь Хе-хе, поскольку Опа-нас Закрыто Неужели к нам влезать, ну, нахрен Не идет? На дереве никого нет А то опять же, какой-то воровушек, который пикнет там, что-нибудь Вывезло заднее, то видите, ключик Закрыто А, надо все окна обшарить, короче, все Закрыто Да, уж домик хороший Эта дверь тоже закрыта Опа, а что это было? Закрыто Закрыто Даже на нас там читать будет Тогда Не щелкай сильно Ну, что за херня? Что у нас есть? Бабушки на пирожке Отдай этой тетке пирожки Бабушке Вот этой бабе Люсе Отдай Зачем ты сюда идешь? Паскудник, как тебе пройти Как тебе выманить из тебя все? Отдай ей пирожки А, так нормально Банк рядом, да? Да, вообще хорошо Какие пирожки-то вообще? Он же взял что-то Что ты думаешь, он для... Ну, этого уже нет Странно Да только что здесь делать Видишь, появляется все постепенно Пресс Ну, да, видно Не отвечают Похоже, в доме никого Подождем, Хоупс? Нет Мы сами себе откроем Незаметно Какой-то раздражительный Мы сможем там все осмотреть Со злобой Собираетесь вломиться в дом судьи? Вы в своем уме, Холмс? Не бойтесь Я прослежу, чтобы не осталось никаких следов Послушайте себя, Холмс Говорите, как какой-то ворюга Окошки смотрели там, что? Да не подходи к этой жабе Пойдем сюда Открывай, Холмс Чем-то? Еще один банк обанкротился Если так пойдет Вот что они сказали Еще один банк обанкротился Нам надо как-то проникнуть в это здание Хорошо, Холмс Ну что там за херня Жесть, оно прямо его дома торгует цветами Зашибись Все это здесь не то И все то А где еще торговать, как не у дома богатых людей? Хорошо, что у нас есть? Ничего нет Здесь мы точно не пройдем Здесь мы точно не пройдем Блин, она же была закрыта, что за херня Постепенно все появляется Постепенно открылась С этим замком наверняка легко справиться Посмотрим Мне нужна проволока, Ватсон Сумеете раздобыть? Хорошо, Холмс Где ее выдачить? Как-то Ну, только нелепо, конечно же Как-то дверь открылась сама Что-то постепенно Нам нужна проволока Ну, видишь, как они сделали Чтоб сто раз человек пробежал Ах, Люси Вы себе не представляете Как приятно встретить вас Особенно сейчас Расскажите же Как ваши дела? Вы ведь стали цветочницей? О, да, доктор У меня муж И прелестные дочки-близняшки Поздравляю вас, Люси Довольно оба А я могу вам чем-то помочь? Не желаете букет? В другой раз, Люси Мне нужна тонкая проволока Вроде той, что в букетах Понятно Хотите отпереть дверь или окно? Ха-ха, Люси Вы просто удивительны Скажем так, у меня заело дверной замок И мне придется лезть в дом через окно Та, что в букетах, не подойдет Честному человеку, желающему проникнуть в свой дом через окно Нужна не проволока, а женская шпилька Вы умница, Люси Удачи вам, доктор О, отлично Помогла нам, да Ну, пойдемте отдадим ее Хамс, мы идем, Хамс Хамс Быстрее, рады тебя видеть, очень рады Он сейчас тортиком со своим Девушки Он злится на суде Видишь, не зря у него злоба какая-то была Может этоон Та еб твою Уух, смотри Что у нас тут Что у? У фхц и уже зэ коломан Так, а это нам не поднять, да? Хорошо, значит у нас только это поднимается Дальше она не поднимается это это да правильно не то что то что такое ну смотри что там у нас как-то ну вроде и подожди еще если пойму как это сидел это сюда допустим идет это у нас как-то вот так да ух ты нифига но даже поднимается по-другому охереть ну да там даже замок с такой херней так идет и теперь это должно подтвердить все правильно шпилька согнулась подтвердить мы можем идти это кухня да тут человек 10 смогут разместиться как сказано в газете жена судьи не только ведет уроки но и кормит своих учеников сколько гурцов какая жена молодец здесь что-то не то здесь кое-что интересное ухвачена откуда бы есть здесь взяться я думал что это ухват уключен я никогда не слышал хочу продолжение интересно уключена зашибись классная комната великолеп и россия детишкам очень повезло не то слово что-то загадка писька прожить и громкий лязг металла там внутри что то есть знаете что опять загадка махи письмо от судьи беккета любовь моя оставляю для тебя эту записку когда ты вернешься меня скорее всего уже не будет дома я сейчас занимаюсь одним очень важным делом из-за этого мне приходится в последнее время так часто отлучаться обстоятельства этого дела таковы что мне необходимо без промедления переговорить с премьер-министром безопасность страны под угрозой но прошу не тревожься моя дорогая наслаждайся поездкой вместе с учениками кстати учениках судя по всему один из них позаимствовал у меня две уключены ты же знаешь как много эти сувениры значит для меня это память о величайшем событии моей молодости победе в нью-йоркском чемпионате погребным гонкам буду очень тебе признателен если ты постараешься разыскать их я также обратил внимание что кто-то разгромил буфет где охраняться сладости я всегда поддерживал твои гуманитарные устремления и знаю как трудно искоренять пагубные привычки уличных мальчишек но возможно прежде чем обучать ребят чтению тебе стоит сначала научить их уважать чужую собственность уж сами понимаете да с улицы как бы детишки это фотография судьи и его жены эта фотография была сделана в день свадьбы судьи беккета стелено а все на детей свой все уха и и и и и ношка тулка это порт на что был запечатанин дорогая дочка твой брак флоридом бекетом сделал меня воистину счастливым мог ли я представить лучшего супруга для моей единственной дочери. Нет, лорд Беккет честный человек, верящий в силу правосудия. Также он обладает редким качеством, абсолютной неподкупностью. Вспоминая собственное нежелание отпускать тебя в Индию, я жалею о своей родительской осторожности. Твое же упорство и сила духа достойны лишь восхищения. Ведь именно доброта и сочувствие к обездольным детям привели тебя в нищенские приюты Бомбея. Твой альтруизм сделал возможной твою встречу с будущим мужем. Послушавшись старого упрямого отца, ты так и осталась бы в Англии и никогда не познакомилась бы с лордом Беккетом. Теперь, когда ты вернулась в Англию и подобратья супруга открыла школу в его доме, я надеюсь, наконец-то увидится с тобой. К этому письму прилагается небольшой подарок в честь твоего возвращения. Я знаю, как ты любишь путешествовать и поэтому надеюсь, что это механическая планисфера творения лучшего лондонского мастера тебе понравится. Это сейф. Я попросил подобрать кодовую комбинацию, которую ты легко запомнишь. С любовью, отец. Эй, бомбей, 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 бомбей. Помню, конечно. Бомбей, значит, так бомбей и город какой-то, что такое страна херная. Ну что ж, шкатулку будем отгадать? Будем отгадать шкатулку? Нет, мы пойдем дальше. Не будем, значит. Эта схема бесполезна. Все, уйди. Уйди, а что здесь делаете? Уйди, уйди отсюда, уйди. Книга о студенческих организациях в Соединенных Штатах Америки. О-о, мудак стоит. Прежде чем отгадывать... А, это Ватсон еще. Прежде чем отгадывать эту загадку, мы должны найти какую-то зацепку, что мы можем использовать для вот этой комбинации. Что вот эта жена судей может запомнить. Счеты. Денежки считать судьи любите. Сейчас всем классом считаю. А это что, да ёб твою. Что это за дерьмо? Что это? Расположите римские числа в логической последовательности, используя все имеющие элементы. Ни одно число не должно быть больше десяти. Каждый результат должен быть больше предыдущего. Число десять можно использовать только один раз. Я вообще, если честно, здесь вообще ничего не понимаю. А я, может, понимаю. Крути их. О, так. Ну-ка, еще раз перекрути. Ну, положи посередине, посередине положи. Как они крутятся? Так. Десять можно положить. Угу. Ну, что тогда. Жизнь, нас ждет две загадки. Шкатулку открыть надо, и шнягу. Нам пока есть еще где походить. Дверцы сняли ручку. Задали. В металлолом. Медное бы... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Дети молодцы. Искайте. Здесь только это ручки. Жрут на халявку. И медные ручки ты. Пойдем посмотрим, что там в коридорчик. О. Большая просьба маленькому шутнику, утащившему ручку от шкафа с конфетами, вернуть ее без промедления. Если ручка окажется на месте до конца недели, я не буду никого наказывать. В противном случае наказан будет весь класс. Леди Бейкс. Как видно, озорники есть в каждой школе. Жрать хотят. Наверх эти бессмысленно. Мы знаем из газет, что это здание заброшено. Так что вряд ли кто-то неожиданно спустится сверху. Так что здесь мы, наверное, разднемся. Подписка на канал, спать, вверх, контакт, на комитет, поставить лайк, и вначале пока смотрите наше прошедение. Не пейте молоко с орехами. Орехи ешьте. Пока.